Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Кириллом рады приветствовать вас на канале Олег Бритва. Всем привет! И сегодня Кирилл хочет рассказать вам о том, какие у него есть вещи для того, чтобы сделать пену, а вещи такие, которых нет у меня. Собственно, они в принципе в музее есть, но по сути ты им не пользуешься. С моей стороны грех не воспользоваться такой возможностью, потому что вроде как и вам показать, и Олегу расскажу, поскольку он этим не пользуется. Итак, сегодня про кружки поговорим. Это именно кружки. Если их гуглить, покупать в зарубежных сайтах, это получается Shailen Max, так их надо будет искать. Не чаши, а ваше. Это ваше. Это мы еще дойдем. Не скатлы, а именно чаши. Я люблю просто больше всего чаши. С остальным как-то не дружу, поэтому и в коллекции держу только их. Ну, так, начнем. Начнем, наверное, по порядку приобретения, если я вспомню, какая из них была первой. Впрочем, да, ты как раз... Вот у тебя не зря глаз упал. Твоя-то из твоего магазина была и первой чашей. Вот так вот она получается выглядит. Это чаша, если я правильно назову фирму, Мюлли. Да. Мюлли, да. О, Мюлли пензель. Вот. Я, к сожалению, по размерам вам не подскажу, сколько там... Ну, на камере-то видно. Глубина, высота, опять же, как в моих руках. Рука у меня средняя, не маленькая, не большая. Почему купил именно ее? Мне понравилась у нее ручка. Очень необычная, на мой взгляд, такая, ну, винтажная, что ли. И, опять же, кружка с такой именно ручкой фигурировала в моем любимом мультике, Flip the Frog, Village Barber. Вот поэтому я и купил ее. Чем хороша чаша? На дне чаши есть три выступа, если вам видно. То есть мыло... Да, уж перевернуть, да, наперед. Да, кстати. Вот они, получается, утоплены. Мыло хорошо будет фиксироваться. Диаметр шайбы, ну, это, получается, мыла мюллевские. Или, допустим, 50-граммовые, те же шайбы мыла Williams. Они сюда хорошо подходят, сидят как родные. У чаши приятная высота. Она не очень высокая. Это, на самом деле, удобно. И очень хорошо, что есть вот такой вот раструб. Тоже работает приятно, с ней здорово, если какой-то, получается, избыток пены, например. Ну, так получилось, добавили слишком много воды. Пена у вас, ну, вряд ли через край перельется. В общем, первая моя такая покупка была чаша. Следующей, следующей стала чаша от колонного конка, полковника конка. Ну, это, наверное, не совсем от него. Получается, фирма какая-то китайская или вьетнамская. Просто выпускают. Сам бренд зарегистрирован в Америке. А делают какие-то азиаты. Вот. Ну, тут уже в чем получается, да? Сразу видно разницу. Она у нас повыше, побольше. Ручка другая. Это просто... Я немножко, как-то сказать, вырос, перегорел. Мои интересы поменялись. И вот то, что я сначала считал красивым, мне просто нравилось. Просто элементарно. Я уже начал искать что-то другое. То есть, тут у нас форма такая, ну, оригинальная. Действительно, вот тут посмотришь и... Ну, кружкой назвать сложно. Скорее, какая-то аптекарская ступка. Ну, да. Может быть, да? Пестик может быть. А это уже похоже на привычную кружку. И форма такая, и ручка, опять же. Но, опять же, когда пиво пьешь, тоже приедет. Под пальцем, да. Можно и пивка дернуть из нее без проблем. Чаша, в принципе, неплохая, но тяжелая. Такой ощутимый вес. Несмотря на то, что стенки вот тонкие, там дно такое массивное и тяжелое. Если упадет, то, наверное, все. Прям сразу крышка, правда, расколотится. Небольшая. То есть, допустим, если вы будете держать кружку в ванной, как я держу, наверное, она там плохо приживется. Не подружится. Потому что, действительно, такая очень широкая, большая в диаметре. Следующей кружкой была вот эта красавица. Это фирма, опять же, американская. Делали, по крайней мере, фарфор весь. У них делали в Японии. Franklin Toiletry называется, если я не ошибаюсь, если я правильно назвал. Кружка с очень большим диаметром, невысокая. У меня сейчас сюда закинута шайба мыла Williams. Но вообще идеально подойдет для, ну, например, мыла Lea. Показать еще вот так. Ну, поговори, говори. Да. Идеально подойдет для мыла Lea. У них такие большие, широкие шайбы. Или, например, французская фирма, как она, L'Ossetan. Я считаю, что не все фирмы знают. Просто, по-моему, продавался у вас одно время. Можете, нет, может, путаю. В общем, для широких шайба отлично подойдет. Ну, и просто приятный тут такой рисуночек. Он, кстати, объемный. Да? У нас такой. Орлуша американский. Так, следующим у нас была вот эта. Сама скромность. Кружка предназначенная... Пластиковая? Пластиковая кружка, предназначенная для ныне популярных барбершопов. Вот, то есть, дешевая. Она что-то в районе 10 долларов стоила. Практичная. Опять же, она пластиковая и не бьется. В первый день моего использования она показала все свои преимущества. То, что я ее толкнула, она у меня упала. Вот, пластик работает, не разбилась. Есть надписи какие-то? А, что-то есть. Подлинный Флинн пластик. Не знаю, что это, но... Ну, какая-то, может быть, марковая пластика. Вильям Мэрви Компани. Что-то вот такое вот. Ну, я точно знаю, что вот эта компания, Вильям Мэрви, она делает еще мыло. По отзывам, очень похоже на то же мыло Вильям. Может быть, они как-то там на сторонку шабашат. Не знаю. Ну, что хорошо в этой кружке? Ну, она пластиковая, да, как я уже сказал. И у нее, получается, внутри есть такое место, как раз вот подходит под то же самое мыло Вильямс или ему подобное. То есть, под 50-граммовые небольшие шайбочки. Оно у вас туда утопится и будет сидеть как родное, не болтаться, не будет там от воды, допустим, размокать. Все тут продумано, все сделано хорошо. Цвет, правда, не очень приятный. Было два варианта, либо зеленый, либо такой. Вот, ну, зеленый, как-то это вообще, по-моему, никуда вообще. Ну, ну, любить ли? Ну, может быть. Ну, не знаю, какой-то он такой прям очень-очень веселый, я бы сказал. И, ну, ручка какая-то такая угловатая. Ну, да ладно, бог с ним. В принципе, хочется придраться, вспоминаешь сцену и уже... А идешь, когда ты там куда-то далеко едешь, да, боишься, что в багажер забьется, с домом боишься ничего. Да, да, ну, опять же, пластик, что хочешь с ним, то и делай. Так, следующим номером у нас, получается, идет чашка, кружка Avon, фирма Avon, которая сейчас косметику делает. Было время, они славились тем, что... То есть, это старые? Ну, как старые, года 70-е, 80-е. Ну, наверное, все-таки 80-е. Ну, может быть, ранние 80-е, до 85-го. Раньше, да, у них вообще Avon существует только, насколько я знаю, две кружки для бритья. Вот одна, вот вторая. Это было раньше, это вышло попозже. Кстати, мы говорили, чтобы не было пену. Пену? Да. Надо сейчас замочить. Кстати, да, да, почему бы и нет. Вот эту я использую. И заодно объяснишь, понимаю. Нет, вот такое хорошее. Да. Замачиваю сейчас и будем дальше. Так, мне бы нужно. Можно я, наверное? Да, да, конечно. Так, много надо, да? Ну, желательно побольше. Угу, конечно. Все, возьмем. Замачили мы помазок. Пока отложим. А про кружку что? Кружку, сейчас расскажу, последняя осталась, предпоследняя точнее. И вторая, Avon, кружка, очень хорошо подходит под 50-граммовые шайбы. Того же мыла Williams. Я просто только им пользуюсь, обожаю это мыло. Ну, как видите, у нее... Моя самая любимая кружка, пожалуй, потому что у нее самая-самая классическая форма кружек для бритья. Если погублите, заглянете в каталоги 19 века для парикмахерских барбершопов, вы найдете там, в том числе, и такую форму. Выглядит, как пластик, кстати. А на стекло? Причем на сайтах почему-то они пишут одно... Да, милк класс. Вот я как-то по стеклу не разбираюсь. Какой-то молочный стекло. Да, да, молочный стекло. Да, что это такое, не знаю. Последняя кружка осталась. Так, сейчас я проверну фокус, загляну, скажу вам, что это. Эта фирма... Кстати, вот Эвон написано, конкретно вот Эвон написано. А, да, на той тоже должно быть написано. Последняя кружка фирмы Ридгвей, Made in England, основана в 1792 году. Ну, я эту кружку... Попоказать нельзя. А что там? Я понял, все сказали. Показали, да, да. Ничего особого в ней нету. Я ее покупал как довесок, стоила она копейки. Но она и выглядит как-то так невзрачно. Но она англичанка, и она идеально у меня подружилась с английским Симпсоном. Вот. И сейчас, я думаю, у нас все готово. Продемонстрируем приготовление пены. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»